Всех приветствую, ребят! Вы попали на канал Влад в падлу. Очень что-то я захотел записать в ВК, но потом вспомнил 10 игр подряд, которые играл на ВК Ловкость, ой, Сила, ну и каждый из них дерьмо, естественно, и передумал. И я, короче, на этой... сыграю на этой, на Ловкости просто. Просто на Ловкости дефолтной. Потому что я почему-то не хочу играть на... пассивкой 9 стату. Нормально. Мне, в принципе, больше в этой не надо. Поэтому сыграем на Ловкости. Я, честно говоря, играл на Ловкости, но я как-то осознанно не сыграл на нем. То есть это были мои первые игры спустя там полгода. Хочу нормальную каточку сыграть на Ловкостном, затестить его. Потому что, честно говоря, мне, в принципе, ни один билд ВК не нравится. И я вот хочу сейчас сыграть на Ловкостном и протестить его. Ну, по идее, Ловкостной это самый такой прям интересный. Наверное, сейчас сразу примучу всех. Ну, не особо хочу, чтобы кто-то что-то говорил или... Короче, какую-то информацию подавал. Из плюсов у нас не убирается в Ампирик Спирит. Это самое главное, в принципе, то, что должно быть. Да, ну, естественно, кому понравилось видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь, не стесняйтесь. Это реально важно для меня. Ну, хороший-хороший, да, убрать. Хороший, да, Ловкостной. Сейчас он будет дальше спот фармить. У меня станут когда-же с этим улицом сломаем. Давайте сразу статов тогда добьем. В идеале в универсальчике, да, какого-нибудь еще запустить бы. Прям бы хорошечно было. Ну, кстати, стартовать на нем не так уж это и приятно, если так задуматься. Герои хоть и с пассивкой на хил, но... Не, ну, тоже ее, мы ее сейчас раскачаем, 20% будет. В принципе, никаких проблем уже не будет. Идет ко мне Джаха, да? Почему я так думаю? Как будто на карте видно. Но он меня заплюет. Он меня заплюет. Что мне нужно сделать по-хорошему? Забрать ПТ и бежать от него. Он рано или поздно сдастся и просто перестанет за мной бежать. Либо он до Талова будет бежать. Он, кстати, сдался просто. Давайте сейчас с ПД доберем чуть-чуть скорости. Синего забрали. Кстати, вот я почти всегда до конца умирал. Но если вот, как мы видим, я просто остановился. Не остановился, точнее, я просто начал бежать и бить. Никто вообще бить не стал. Так. Но ВК ловкость довольно такой интересный. У него просто куча прорубающего урона. То есть у него увеличение критов идет. Оно КДшится. Плюс иллюзия под стан появляется. Тут у нас уменьшение расхода. Ульта. Это вообще просто страх какой-то божий. Там на 2 секунды я превращаюсь в гипер духа агонимного. И вот у меня вопрос. Почему тогда силовой не такой интересный? Что не так с силовым вообще? Ну вот реально. Что с ним не так? Почему он не настолько интересный? Он дает АСПД на уровне... Вот я играл предыдущую игру на ПУДЖ. Кстати забрали у него всех мобов. Он мне даже еще не сбил. Ладно. Не будем за ним бегать. Ну в общем. Я не знаю. Но у ПУДЖа 90 скорости атаки идет с пассивки. Когда ты ее прожимаешь. Три раза прокачав. У него же. Чтоб добиться вот этого. 90 скорости атаки. Тебе надо Тараску купить. И дойти как минимум до вот этой ветки. Ну до вот этой хотя бы. Как будто чуть-чуть нечестно. Есть да такое подозрение? Не оно у меня. Какой-то наглый. Такой прям наглый-ноглый. Так ладно. Ну хорошо идет игра в принципе. Хил и делаем. В скобочках первый сделали. Как-то я кроме Бристлбека и никого и не видел. Если так подумать. Странно даже. Леонщика можно побить. Я уже в хил уйду. В хил уйду. Потому что просто удобно так фармить как-то. А если... Да не. На него не хочется наверное покупать какие-то там БФ. Что-то глупо и не нужно. Но с помощью его можно как минимум таких крипов точно фармить. Ну. Они мне ничего уже не делают. О. Мингули. Ну. Время есть. На него идет. Ногой чисто добил молодую. Так. В ловкость уходим. И плюс к стану у нас появляется иллюзия. Плюс сразу криты режем. Кто-то тут еще прилетел. Леонщик. Блин. Я думал он пойдет сам надраться все-таки. Не пошел. Возьмем свиночку. Почему бы и нет. Почему бы да. Леонщик. Что-то вообще все прям плохо. Так. В ловкости у нас 1350 хп. По врагам у нас сила. Ловкость. 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 Сила. Сила. В принципе ничего такого прям. Нету. Главное. Интовиков нету. Это уже хорошо. Наши задачи. Да у нас в принципе никаких задач нету. А. Он сдался просто. А. Нет. Он просто ривер себе купил. Алло. Я думаю он сдался. Он просто АФК подошел. Постоял. А он просто первой кнопкой ривер себе купил. Все. Ладно. Вопросов не имеем. Не знаю. Мы хотим ли мы потом покупать себе наверное какую-то харпун. Наверное хотим. Что если такого еще есть приятного можно сразу купить. Ну как будто хочется сразу купить еще себе лотус. Против Джаггера. Против Винги. Леона. СФ. Ну есть. СФ. А не. СФ же не ультовой. Либо качмотку какую-то купить. Потому что мы по факту бьем обоус руки вот так. Очень-очень долго. А если мы сейчас просто в Радик выйдем. Ну все-таки он не выглядит как человек с Радиком. У тебя таланты на минус КД крита. А ты берешь Радик. Ну это как-то бессмысленно что ли. Так, ну он там забрал мобов. Тоже понятно. Баунти он не забрал. Хороших мобов он не забрал. Логика его непонятна. То есть насколько ВК сильный. Насколько им вообще на все плевать. Тип просто стоит. И бьет мобов следующего ранга восьмом уровне. А у них извините меня. 12 мора. А это у тебя 12 мора. Потому что ты себя бафнул. Козел. Сейчас баф спадет и себя перебафаешь, да? Ну конечно. Как бы ты еще сделал. Ты бы был не ты, если бы так не сделал. Пока идем в ветку. Более важную для нас в принципе. Мне сейчас очень хочется игл сонг уже добрать. Первая шмотка наша основная. Раскачав ее, станет конечно поприятнее сразу. Венга магическая, кстати. И без стану тем более. Ну да, там уже как будто без шансов было для нее. По сути. Потому что мы уже ее замедлили. Варды вообще никто не ставит. Я не знаю, почему никто в вижен не ставит. Раньше с этим очень серьезно было все. Сейчас вообще по вижену всем как-то похеру. Вот насколько. Вот мне даже эта игра интересна. И с точки зрения того, как много игр я сыграл за последнее время на силовом. Как мало я сыграл на ловкостном. Просто вот протестит ловкостного. Он как герой просто. Вот как билд. То есть вот. Что он из себя представляет образно. И он реально намного, намного сильнее. Да, такой дефолтный киряк, который бьет с руки. В принципе и все. Но тебе этого достаточно как будто. Но силовой это какая-то жесть. Ему не хватает каких-то микробашей. Или усиления скорости атаки из-за восстановления. Просто как минимум восстановление от хп. Что это такое? Ее можно с шивой, с кадей, урной. Просто закрыть. То есть вся ваша сила закрывается тремя шмотками. Да, у кого-то это бкб. Но оно не вечное. У кого-то там какой-нибудь мейдж-дестройер. Магический, да? Но это 20%. А вы режете 80, 60 или 70%. Это ненормально. Так не должно быть как будто. Ну я стал намного сильнее кстати. Скажи то, что ты с дд, тебя не сделает еще. Тут уже как бы без шансов. Так, режем. Режем теперь еще сет. Это у нас крита получается? А, это просто мои атаки уменьшают броню. Понял. Плюс еще тут и плюс еще тут. Режем практически там миллион процентов. Вы видели? Я вардом крипов призвал. Это я, да? Это реально правда. Плюс у нас две жизни. Как бы тоже довольно-таки важный момент. Даже когда мы умираем, мы их будем бить. Ну это интересно. Жалко дезолятор никаким образом вообще не апается. Если бы дезолятор апался, я бы с радостью даже дезолятор не укупировал. Так подумают? Потому что апнутый дезолятор, который еще скейлит атаку, вообще кайфово смотрится. Под это безумное минус арморинг. Может керасу хоть раз купить в жизни? Я ни разу в этой кастомке не покупал керасу. Ни на одного из героев. Я просто не вижу смысла в этом как будто. Так. Меня, кстати, сместили с первой позиции. Я хочу с кем-то подраться. Вообще никого нет. Но венга, он бегает сверху. Ну это неинтересно, что мне венга. Я даже не добегу до нее. О, хорошие мопчики, кстати. Плюс у нас еще встроенный крип. На 250%. Ну тут даже, честно говоря, ничего выбирать не буду. Просто голды я возьму. Так, она у нас с Санчьяши ушла и в Magic Arrow. Он тоже у нас купил Magic Arrow. Но по факту у венги 1800-1400. Но у венги больше шансов. Хотя у него маска есть. И у него, по идее, тычка огромная, да. И душ много. Какой там слаб еще великолепный под конец вышел. Так. Бристлбэк. Ну, Бристлбэк, да, сильный, окей. Но вырубается одной шмоткой. Вот Абадон может быть для меня проблемой. У него какая-то дальность атаки нужна. Которую, в принципе, можно тут прокачать. Суть тоже довольно-таки интересная штука. Мало кто ей пользуется. Плюс у меня еще крит апнется. Тут у меня уменьшение потери маны. Ну, я не понимаю, в общем, ветку силы. Честно. Она вроде интересная, но не настолько. Как должна быть. Шишка бежит. Вот прям сейчас с Бристлбэком вообще не хочется драться. То есть. Вообще не хочется. Даже рядом стоять. Что, думаешь, я на тебя не переключусь? Хидабл. Не, ребята, там на друг друга повелись на самом деле. Так. Ну, как будто да. Как будто так. Она как минимум еще 9 ловкости дает. Плюс, ну, реально, блин, стан по 56. Вот в силе этого уж точно не хватает. Почему? Потому что у тебя, как бы, основной спелл это стан. А ты его, по факту, даже сильно так и использовать не можешь. Блин, на мне еще и метка. Вообще не кайф. Метка вообще не кайф. Ну, честно, я раздумаю над next шмоткой. Купать в какую-то фарм шмотку или рассчитывать на то, что мои силы по одному герою будет достаточно и я довольно быстро буду всех выпиливать. Ну, тут повезло. Тут реально повезло. Вот, в частности, тут бы гарпунчик вообще в тему был. Гарпунчик. Ну, чего мне вот реально сейчас не хватает? Если так подумать. С кем бы я ни дрался? Реально, от чего бы я точно хотел это иметь в какой-то скале, да? Лисенч Яшу какую-то иметь хотел бы. Что я хотел бы иметь? Арморчика хотел бы иметь. Может быть, даже муншард бы какой-то хотел бы иметь. Не знаю. Пока не понимаю. Ну, кстати, из приятного у меня сейчас уже будет станд. Ай-яй-яй-яй-яй, мою! Ну, я умер, конечно. Но это и даже хорошо, что я умер. Минимум масочку на раз вкачнем. Я-то качнем, я вот так качнем. Крита не хватало, да? А если мы просто щас наглую бабочку возьмем, а потом после нее уже возьмем какую-нибудь скади? Ну, это и венга тоже. Даже маску взял и сразу регениться по ней стал лучше. Либо из-за критов апнутых. Да, крит очень хорошо. Ну, наглая бабочка. Чисто наглая-наглая. Пускай МКБшки покупают, пускай думают о чем-то. А, я еще и подтолкнул его к себе. А, это мем вообще. Я подтолкнул его к себе, думая, вдруг оно собьет, и он в итоге просто ультанул в меня прям. Вот это дебил, конечно, сильный. Топ-10 дебилойских поступков в моей жизни. Подмомочка набрать. Да, сильно-сильно отыграл. Реально, вот это сильный мув был в моем исполнении. Одна из моих лучших смертей, мне кажется, в принципе. Давайте я маску хочу все-таки закачать и ульту докачаю. Теперь мы, когда умираем, то время, пока мы реинкарнируем, мы еще можем бить. Это плюс. Это реально прям огромный плюс. У нас, кстати, и Харпунчик так-то 20 маны стоит. Но это все сделано ради того, чтобы мне ману не выживали, я понимаю. То есть тут как бы реинкарнация нужна, поэтому мы спейлим тебе ману, чтобы у тебя всегда ее нахватало. Ну это да, но... Чем так силовой обидел-то Мишу? Ну опять же, он скорее всего скажет, да, он там сильный, типа у него много скорости атаки. Но где много, я не могу понять. Вот реально я. Я реально хочу увидеть игру в качественном лобби, не в лобби, где там три инвалида. А реально в хорошем лобби, где люди будут драться. Не успею. Ну, кстати, одна из лучших шмоток, в принципе. Хотя в этом тире, если так подумать, есть вот эта шмотка. Но искать мы ее не будем, мы ее не будем искать. А вот эта шмотка очень приятная. Она, во-первых, тычку дает каждые 5 секунд. Это, типа, бесплатная тычка по врагу брони и еще и по 7 атрибутов каждого, типа, по 7-7-7. На самом деле, на самом деле, вот прям сейчас можно уже уходить в универсалы. В универсализм это прям будет тема. Ну, допустим, тут мне, конечно, вообще ничего не надо. Как будто универсальный в Рейскинах, ну, очень сильный будет. Я, в принципе, не обижусь, если любой из них вылетит. Ну, Бриса для меня меньшая проблема, чем Венгар на самом деле. Венгара с бафа, наверное, намного сильнее, чем он. Ну, кстати, он тоже, смотрите, что он купил. Он просто Эважен Кейп купил себе. Очень интересная шмотка на самом деле. Такое лобби вообще интересное. Такие билды у них странные у всех. Ну, у них у всех мало ПТСов. Я как бы это не выбирал. Вот в этом лобби можно было на силе поиграть. И то шансов бы у меня не было на самом деле. А вы все, его дерьмо его пробил. Фух, приятно. Либо просто в ловкости остаться. Тоже, как такового универсализма, мне нет желания как бы раскачивать. Давайте просто в ловкости останемся. То есть, реально, просто в обычной ловкостной ВК. Вот как бы, фулл билд, который у него есть. Кстати, надо не забывать, что стан, даже если он не станет. Типа, не из-за... Только не из-за этого же. У меня же еще иллюзия появляется, которая тоже урона носит. Ну, по гарпунчикам подтянули мальчика, и он уже никуда не летит. Хотя, по идее, это так не должно работать. Так, что мы хотим? Мы хотим ловкость. Либо хотим... Да, хотим, наверное, ловкость. Больше ловкости. Я на характере его бил. Да, сейчас уже статов не хватает. Сейчас уже реально не хватает того, что... Мы сейчас уже пойдем в статы. Окей. У меня будет бабочка. У меня еще есть два слота. Одно из них с каде будет 100%. Такое будет второе, пока непонятно. Как бы даже без шанса, честно говоря. Как же ты переоцениваешь свой мол, если честно, браток? Ну, прям очень сильно переоценивает свой мол. Ну, то есть у меня, в принципе, еще шмоток как таковых нет. Я просто купил две шмотки на Иллу. У меня 3000 хп, кстати. Вот приятно, это приятно. Ну, лично против этого чела можно за лотус купить, на самом-то деле, и правда. Почему бы и нет. Да, ирочи, хочется какой-то взять ранее. Прямо прыгать на ребят на лицо, ломать им его. Прямо побольше киллов хочется сделать, честно говоря, в игре. Пока я вообще практически никого не встречаю. А вот СФ так-то нормально всех встречает там. Оставили мне тут одного крипчика. И прям в лицо, и прям в лицо, и прям в лицо. Ну, кстати, я думаю, он расстроился. 30 миллионов стаков на мне, а мне вообще плевать. Как будто так не должно быть. О, ого. Ну, как много урона, на самом деле. А прикол там в том, что я еще и сильвер могу купить, и все вообще, в принципе. У него еще пассивки не будет. Кстати, против СФ тоже можно купить. Они еще вроде криты дают. Да какой же гарпун полезный по итогу это становится. Просто чувака нет шансов. Оно. Че он вообще собирается? Не, ну, просто кучу урона дает. Ну, урон скорость атаки, кстати, тоже приятно. Можно дайер взять. Ну, честно говоря, я... Ну, как же больно он бьет. Он прям разорвал, по идее, такого. Ну, я его не догоню, конечно, таким образом. А он на меня влетает, а то он на меня влетает. Тут вопросов нет. Хе-хе-хе-хе-хе-хе, я его прям вытянул с под стенки. О, тут кто-то есть. Ну, это как бы даже ненормально, да? Я его просто в спину бью ему. Мне вообще похер на него. В иголке, в отдачу, во все бью. Ну, я хотел сказать, у меня сатаника нет, но у меня маска и плюс пассивка, конечно. Так, ну, из приятного можно еще одну иллюзию вызвать. 5-12 про них. Ничего не будут убрать. Ну, по идее, ультой он его не убьет, поэтому Бристалл его должен заковырять. Он сатаник себе купил. Ну, сатаник прикольно. Ну, у меня две жизни. Не, я не особо вообще боюсь этого всего. Ну, сейчас победа ультонет. Монт шал. Вот Джайеру больно. Вот Джайеру реально очень больно. Чуть, Джайер такой прикольный сет. Вроде дефолтный, но прикольный. Так, ну, у меня есть еще одна шмотка из вообще неактивных, неактивных. Ну, по-хорошему, по-хорошему надо альбарду просто купить. На СФ. Надо миссить могу по нему. Ну, и он может по мне миссить. Еще уклонение вкачаю. Ну, чисто машина такая просто. Машина, если он вгрызся, то он вгрызся уже. Не, ну, очень забавно, что я Баддона так могу с ним вообще делать все, что хочу. Не, ну, на 28-м стаке уже урон проходит. Ну, криты нас так уже безумные. Мне как будто вообще плевать. Побегать, попрыгать, поубивать всех. Побольше пофанится. Это что-то вообще как-то грустно. Не, я, конечно, вроде как побеждаю. Но что-то как-то мне неинтересно. Еще ногу включаю. Хочу прям бегать очень быстро. О, кстати, Баддона сейчас подловим. Он сейчас со мной вернется. Угу, кстати, убил. Опять за мной прибежит. Вот это уже на характере, на самом-то деле. Лоу-хп-шным прыгнул просто в типа А. Да, вот теперь я уже не могу его гарпуном остановить. А сало, кстати, длится безумно долго. Прям очень долго длится сало. Ну, Баддончик прикольный. Да, это, видимо, у вас талант не дает возможность, да? У него еще эффекты быстро слетают. У него можно шивку какую-то взять. А, подожди, на него я хотел вот этот талант включнуть. Ну, забавно. Кстати, он до сих пор убивает меня с ульты. Это бы, это не нормальная штука. Это вообще за карту вылетает куда-то. Он убивает меня с ульты. Ловкостной. 5000 урона. Но против него гарпун вообще нельзя использовать. Прям плохая шмотка. Ну, ты дозволил, чтобы купить? Он как будто не понимает, что ему Блудстоун не дает хила вообще. Единственный минус, все ульту, конечно, приспал. Это факт. С любым типом зацеплюсь, и это будет неприятно. Хотя вот этот талант не прокачать. У меня дальность удара была чуть-чуть больше. У меня просто есть подозрение, что даже этого будет достаточно, чтобы, в принципе, убивать абадонщика. Да, неприятно. Но на невидимой территории он, конечно, вообще очень сильный. То есть там, где он может прям позволить тебе бегать где угодно, и ты его не видишь, все-таки на ласт дуэли, на ласт дуэли у тебя меньше шансов. Там пространство, как бы, такое, что... Ну, не побегай, что так. Так, 30 секунд осталось. О, как он был. Как же легко я его убиваю. Я даже одного из них не заметил, в принципе. Вот тут вообще уже всех спилили. Дупо фонилиси хватит, как говорится. Теперь уже серьезные баталии намечаются. Ну, кстати, кстати, уменьшение атаки как будто ультра хорошо смотрится. Ну, сейчас зависит все от того, убьет ли его Бристлбэк или нет. Мне кажется, на самом деле, у Бристлбэка нет шансов. А это вообще считается магическим. Это чисто урон, поэтому ну, на магии вообще как бы нам плевать. Мирор щит прикольно, да? Тапок прикольно. Пират хэт прикольно. На самом деле, даже вот это прикольно. Ну, я бы взял дезолятор, чисто просто дезолятор, а почему бы и не дезолятор. Ну, кстати, он единственный, кто может от него бегать. И шипы, 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 нажимаешь, братик. Какой прикольный, кстати, дракон. А че он шипы не жмет? Почему он шипы не жмет? Он думает, что он его не пробьет, имя или что? А, он убрал шипы. О, убрал шипы! Что ты сделал? Что? А зачем? А че ты ждешь? Это вообще что на легендарном сейчас было? Это просто что на легендарном было, я не знаю. Он будет зачем-то убрал все шипы. Это сильно, конечно. Блин, но дельки такие неприятные. Куча чистого урона. Ну, против, допустим, Абы надо будет скорость бега набрать, конечно. Манцевать и бить его. То есть, тапок поменять и этот поменять. Ну, сейчас, да, как будто лучше шмотка это алибарду купить какую-то. ТСС. Я его сейчас через все перебью. Как бы... А-а-а! Порол. Там даже не МКБ, МКБ вообще без разницы. Ну, там, просто если я попадаю, то и попадаю. Кстати, если в ИК хил отрубить, так-то тоже прикольно. Если так подумать. О-о-о! Подарочная! Косарикс. А вот он, кстати, вот, мне кажется, легко убивает. Потому что он его просто бьет сдалека. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам и все. А вот я его легко убиваю. Но об аддоны я легко не убиваю. Вопросы. Вопросы должны быть. Ногу еще разок вкачать в идеале. Ногу вообще хорошо было бы вкачать. Что с ним придумать-то? С этим наглым... Радик, наверное, возьму. Почему Радик? Потому что хоть какой-то урон будет проходить по нему. При условии там бабочек всяких. Приятно же. Вы стоят? Я вообще не помню, где об аддон. Сейчас, наверное, я сверху-снизу пробежался и у него нигде нету. Но если мы оставим эсэйфа против Абаддона, то по идее эсэйф убивает Абаддона и я убиваю эсэфа. Ну, вот так вот. Примерно. Ну, плюс еще можно купить типа Шири тут алибарду МКБ и как-то у него вообще шансов не будет. Ну, ладно. Такая игра. Очень странное лобби в принципе вообще. По суммарности вообще всех ребят, которые тут есть. Ну, вот допустим, вот просто сам факт вот этого в райскинга ловкость. Безумно много урона, безумно сильный герой, который может себе позволить просто бить. нейтрально крипу-то и убил. Тоже мемно. Он нашел меня не убил. Ну, я его тоже уже убиваю, ладно. Без разницы. Надо пойти сразу наверх. Не хочу сейчас с ним драться, но он явно за мной бежит. Моя задача просто бить мобок. Бабок у меня прям очень много на руках. Долго, безмолвие. Ну, почему-то потом, что он повернул налево. Не повернул налево. Что? Будет очевидный поворот был налево. Ну, ладно. Ну, прям неприятно. Да, вот так вот. Так вот тоже бывает. Баннул. Просто перевернул его мир наизнанку. Не, ну, сильный-сильный, конечно, герой. Прикольный. Против такой, конечно, урона ему тяжело, но и то он даже две жизни в нем, в принципе, может сбить, если сильно захочет. в принципе, на этом и все. Кстати, с той скоростью. Ну, он нам как бы купил, кстати. Убанон. Ну, ну, давайте на меня ставим. Может, и пригодится, кстати. Сразу возьму, чтобы вдруг не отлететь. Ага, нольбарду купил. Ну, против него надо... Ага. Что, под пивасом или что? Какому вообще похер просто на этого Абаддона. Вообще просто насрать. Он его просто руки убивает. Даже думать не надо. Он его практически убил. Он его на одном страхе убил. Жесть. Ну, на всякий случай уже закуплюсь как бы по максимуму. Ну, это мне точно не надо. Безидейно. Ну, так. Ну, да. Интересно. 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 Ну, вот такая вот каточка. Вот, честно говоря, просто реально хотелось посмотреть на ВК ловкость. В реальности ну, безумная сила. Вообще практически стараться не надо. Просто автокликаешь, убиваешь. Чел перебивал Бристлбека в силу. Просто ему вообще плевать было. В спину, в иголки, во все говно. Такая вот игра. Поэтому подписывайтесь, если понравилось. Ставьте лайк. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok